Эфир национальной вещательной компании САХА продолжает совместные агитационные мероприятия доверенных лиц кандидатов в президенты Российской Федерации. Я напомню, что главные выборы страны состоятся уже 18 марта. Итак, представлю участников сегодняшнего прямого эфира. Надежда Акимова, доверенное лицом Владимира Вольфовича Жириновского, кандидата на должность президента Российской Федерации от политической партии ЛДПР. Василий Павлов, доверенное лицо Павла Николаевича Грудинина, кандидата на должность президента России от политической партии КПРФ. Алексей Егоров, доверенное лицом Владимира Владимировича Путина, кандидата на должность президента Российской Федерации. И Микол Заболотный, доверенное лицо Бориса Юрьевича Титова, кандидата на должность президента Российской Федерации от политической партии «Партия Роста». Итак, я приветствую всех участников сегодняшней программы. Тема эфира «Внутренняя политика России». Первый вопрос я адресую Надежде Акимовой в порядке регистрации кандидатов. Итак, Россия самая большая страна в мире. Какой способ управления столь огромными территориями вы считаете наиболее эффективным, как у централизованного принципа, так и у децентрализации есть свои недостатки и плюсы. Давайте поговорим о них с точки зрения нашей национальной республики. Добрый вечер, дорогие избиратели. Хочу сказать, что за последние сто лет в России было реализовано несколько вариантов государственной власти и различных моделей экономики. Граждане России на себе испытали все прелести Ленинской уравниловки, Горбачевской, говорили, и Ельцинского разграбления страны. Сегодня все мы находимся до сих пор под гнетом вертикали власти, которая больше защищает интересы богатых людей. Не случайно, что за последнее время в России, так сказать, долларовые миллиардеры просто выскочили и удвоились. А доходы на начало 2018 года населения снизились на 50%. Только сегодня у ЛДПР есть взгляд на то, как поднять нашу многострадальную державу. Само название нашей партии отражает нашу программу. Либерализм – это прежде всего свобода мышления и терпимость к другим взглядам и к другому мнению. Вторая составляющая нашей партии – это демократическая. Поэтому мы за честные выборы и многопартийность. Всякая монополия в конечном итоге загнивает и рушится. Тому пример КПСС. Эта партия рухнула, потому что не терпела вокруг себя других партий. Власть не может находиться в одних руках. Это надо понимать. Она разложилась изнутри, потому что пыталась монополизировать и власть, и политику, и экономику. Без конкурентной среды не может сегодня быть адекватной политики, адекватного государства. Голосуйте за Владимира Жириновского, и мы поднимем страну с колен. Мы сделаем мощный работодатель. Спасибо большое. Василий Павлов, вам тот же вопрос. Какой способ управления столь огромными территориями российскими вы считаете наиболее эффективным? Наш кандидат Павел Николаевич Грудинин еще раньше, оказывается, критиковал нашу внутреннюю политику, за что он был неугодным депутатом Московской областной думе. Сейчас он за то, чтобы сильные регионы, как он говорит, сильная Россия. Он за выравнивание бюджетов. И еще говорит, что Якутия должна жить лучше Эмиратов. Мы за децентрализацию, за то, чтобы президент был подотчетен парламенту и народу, чтобы его срок исполнения обязанностей не превышал двух сроков в жизни. Он в программе отметил, что будет создан госкомитет, который возглавит Геннадий Зюганов, без утверждения которого ни одно важное решение президента не будет принято. Мы знаем много примеров, когда самостоятельные республики, государства развиваются очень хорошо. Например, вот та же Финляндия, Татарстан у нас, имея федеративный договор, развивался. Пока этот договор действовал, сейчас этот договор продлевать Москва отказывает им. Мы за то, чтобы вернуться к федеративному договору и принципу двух ключей. Это я свое мнение высказываю, потому что Конституция позволяет населению использовать природные ресурсы. Спасибо большое. Алексей Егоров, какой способ управления столь огромными территориями России вы считаете наиболее эффективным? У нас самая крупная страна в мире. Я вообще горжусь Россией, горжусь нашей республикой, горжусь, потому что я родился здесь. Вообще, если мы говорим о централизации и децентрализации, вот Василий Павлов говорит, что мы должны стать только децентрализованной республикой, мне кажется, это добра не доведет. А как же тогда интересы федеральной власти? То есть, если мы будем развиваться только централизованно или только децентрализованно, мы никогда не добьемся тех результатов, которые мы поставили перед собой. Вообще, у нас три уровня власти. Это муниципальная, это региональная и это федеральная власть. И они должны работать во взаимодействии. То есть, должна быть некая гармония в их отношении. Это все равно, что как организм человека. То есть, сердце же не может отдельно работать без других органов. То есть, все органы человека, они работают ради одной цели, чтобы человек рос и чтобы он развивался. Так и в государстве. Все уровни власти должны работать ради одной идеи. Ради достижения одной цели. Ради единства всей нашей России. Про единство России Владимир Владимирович Путин много раз говорил. Но иногда мы слышим только, некоторые слышат в этом только слова. Но надо вдуматься в это слова. В нашей России живет 85 регионов. Из них много национальных регионов. И каждый национальный регион сохраняет свою самобытность, свою культуру. Если брать нашу республику, то понятие минсахавын, деной дебель, оно у нас засело за счет того, что мы сохранили свою самобытность, свою культуру. Благодаря поддержке федеральной власти. Так что, мы будем поддерживать дальше эту политику. И Владимир Владимирович Путин будет вести это дальше. Спасибо большое. Итак, Микаил Заболотный. Централизация, децентрализация. Какой, на Ваш взгляд, способ управления столь огромными территориями России наиболее эффективен? Ну, конечно, у нас централизованная страна. Но мы считаем, что нужно дать больше свобод, больше экономических свобод регионам, муниципалитетам. Поскольку налоги, которые производятся, то есть, которые находятся в регионах, они должны, собираются, они должны оставаться в регионах. Поскольку у нас, ну, получается, что у нас правительство страны сосредоточено только на сырьевой игле и вот эти крупные сырьевые компании. То есть, ну, будем говорить, все направлено вот на работу этих компаний, на улучшение работы этих компаний и на приоритеты этих компаний. Хотя, у нас есть огромный потенциал, мы можем создать очень много рабочих мест, нам нужно влить в экономику полтора триллиона рублей с Центробанка. Кстати говоря, такие деньги есть, можем использовать. Вот у нас есть, значит, программа «Стратегия роста», которую мы предлагаем нынешнему президенту и которую мы хотим после 2018 года, 18 марта, чтобы все-таки она стала основной стратегией развития экономики страны. Поскольку экономика «Стратегия роста» — это новая экономическая политика. Мы предлагаем развитие малых предпринимательств, развитие производств, создание рабочих мест, создание стакластеров по всей стране, то есть в определенных городах, которые соответствуют тем или иным требованиям, ну, я имею в виду производства. Снизить налоговое бремя, снизить тарифы, снизить затраты на транспортную схему. Вот, к примеру, если брать, например, нашу местную компанию «Сахатранснефтегаз», вот у нее монополия на газ. То есть они определяют цену на газ, и мы все платим. Этого быть не должно. Монополии вообще быть не должно. Должна быть конкурентноспособная среда. Потому что только за счет конкурентноспособной среды рождается рост в экономике, и у людей, у потребителей появляется выбор. И поэтому это одно из приоритетов стратегии роста. Спасибо большое. Итак, мы завершили первый блок, говорили о системе управления. Теперь же перейдем, пожалуй, к избирательной системе. Надежда Акимова, вам вопрос. Российской демократии чуть более 20 лет. Можно сказать, что она только находится еще в стадии становления. Избирательная система России также постепенно усовершенствуется. Есть ли у вас предложение по наиболее эффективным мерам изменения избирательной системы всех уровней? Пожалуйста, у вас две минуты. Уважаемые избиратели, надо сказать, что та демократия, которая есть, можно назвать ее в кавычках. Сегодня посмотрите, что происходит. У нас людей заставляют, как при СССР, в прямом смысле отдавать свой голос за нужного кандидата. Поэтому наш кандидат Владимир Вольфович Жириновский не раз говорил о том, что эту систему надо менять. Сегодня выборы должны проводиться свободным и честным путем при помощи использования КАИП и только по партийным спискам. Почему именно по партийным спискам? Потому что сегодня партия должна нести ответственность за тех кандидатов, которых она выдвигает. Посмотрите, какая волна коррупции у нас сегодня выросла. И у нас нету в ответе за этих людей, которые, грубо говоря, воруют бюджетные деньги. Никто сегодня не отвечает за это. Потому что мы поросли в однопартийности, грубо говоря, правящая партия ставит своих людей, отодвигая другие партии. И мы приходим к тому, что элементарно на таких программах, когда, допустим, программа переселения. Вы посмотрите, для людей это должно быть счастьем, переехать в новые дома. А вместо того, что происходит, население страдает. Те квартиры, которые они получают, это просто многострадальная, вымоленная квартира. Поэтому сегодня надо менять избирательное право. И люди должны действительно отдавать свой голос. И то, что творит сегодня правящая партия по поводу того, что бесконечно роняет явку. Пожалуйста, сентябрьские выборы, когда у нас люди собирают на огороде урожай, вместо того, чтобы идти на выборы. Поэтому голосуйте за Жириновского, и скоро вся жизнь изменится в лучшую сторону. Спасибо большое. Василий Павлов, итак, а есть ли у вас предложение по наиболее эффективным мерам изменения избирательной системы всех уровней? Ну, наша избирательная система далека от совершенства. Законы о выборах у нас часто меняют. Тем не менее, мы сейчас наблюдаем сплошные нарушения. Даже вот в ходе, идущей сейчас в стране предвыборной кампании, неравенства кандидатов, замалчивания, обливания грязью, использования грязных технологий. И, как девушка Надежда сказала, даже до запугивания студентов, бюджетников, принуждения голосовать за... Вот сегодня, значит, Президиум Совета Ветеранов Республики принял обращение к ветеранам республики голосовать. Было предложено, значит, принять призыв голосовать за Путина. Там присутствовал товарищ Власов Александр Васильевич. На мой вопрос, как вы смотрите на, как оцениваете происходящее в отношении Павла Грудинина, он не соизволил мне ответить. Вскоре он встал и ушел. Вчера на встрече в историческом музее за призыв студентам голосовать за Грудинина, мне было сделано замечание. Почему я, значит, допускаю, я сказал, что это, значит, законом не запрещено, доводить до людей правду. Я лично против, значит, голосования по партийным спискам. Если лично мое мнение интересует, значит, я за беспартийную систему, но на пути к этому, видимо, надо, как у американцев, двухпартийная система. Спасибо большое. Алексей Егоров, есть ли у вас предложение по наиболее эффективным мерам изменения избирательной системы всех уровней? Вообще, выборы – это признак демократии. Россия – страна демократичная. Она даже больше демократичная, чем большинство западных стран. У нас у каждого есть свобода выбора. У нас каждый имеет право на свое слово, на свое мнение. И мы иногда даже этим злоупотребляем. То, что мы сейчас наблюдаем в СМИ, то, что мы сейчас наблюдаем в социальных сетях. Вообще, выборы, вот я недавно разговаривал со старшим поколением. Вот это именно те люди, которые понимают свою ответственность, которые, они понимают ответственность гражданской обязанности перед страной. Выборы – это возможность предъявить свое право. Это возможность поучаствовать в выборе будущей страны. И оно нам дается. На выборы имеет право идти каждый, кто достиг совершеннолетия. И мне кажется, наше подрастающее поколение, нам надо это им объяснить. Именно родители должны объяснить им, насколько важно идти на выборы. Потому что они не до конца понимают. Они относятся к этому немного снисходительно. Они думают, что и без них сделается выбор. Но ведь это уникальная возможность. Надо понять то, что каждый человек строит судьбу нашей страны. Что мы творим историю. Что на этих выборах, которые состоятся 18 марта, мы излагаем свое мнение. Мы голосуем за будущего президента. И я призываю вас, как доверенное лицо Владимира Владимировича Путина, голосовать за сильного президента, сильной России. Владимира Владимировича Путина. Спасибо большое. Ну и завершающий вопрос. Миколу Заболотному. Есть ли у вас предложение по наиболее эффективным мерам изменения избирательной системы всех уровней? У нас в России, как известно, демократия. А как сказал Уинсен Черчилль, демократия – наихудшая из строев существующих. Но, к сожалению, другого нет. Поэтому, к сожалению или к счастью, у нас демократия. Что хочется сказать по поводу избирательного права? Вот почему мы предлагаем эту экономическую политику, стратегию роста? Мы предлагаем изменения полностью в экономической системе страны. То есть у нас не просто политическая программа, мы предлагаем новую экономику. И если люди придут проголосовать, то экономика страны может измениться. То есть это зависит как раз от конкретных избирателей. Значит, один момент. Вот, к примеру, почему сегодня работающие люди чувствуют себя бедными? И вот вы заметили, последние годы мы все беднеем и беднеем. А ведь это неправильное ощущение, это такого просто быть не должно. Это огромные риски вообще для страны. То есть у нас нет ощущения, что мы к чему-то стремимся. То есть нужно нам менять в кардинальном смысле экономику всей страны. Вот, например, если брать, допустим, Китайскую Народную Республику, 1% роста равен нашим 5,3%. То есть, представляете, нам нужно 5,3% роста экономики, чтобы мы просто сравнялись с Китаем. А нам ведь нужно расти, нам ведь нужны, что нам нужно? Нам нужны биотехнологические ресурсы, нам нужна криптовалюта, нам нужны блокчейны. Ну, эти непонятные слова я позже вам расшифрую. Нам нужны новые рабочие места, новые производительные предприятия. Нам нужно убрать напряжение на малый бизнес. То есть нам нужно убрать налоги, снизить налоги, снизить тарифы, сделать ставку рефинансирования у Центробанка. То есть сделать доступные кредиты. Нам нужно изменить транспортную схему, то есть убавить тоже платежи. Ну и социальная ответственность. Вот получается, да? Ну и при всем при этом риски в нашей стране, у наших предпринимателей очень высокие. Мы хотим это изменить. Спасибо большое. Итак, мы переходим к третьему блоку, к местному самоуправлению. Итак, Надежда Акимова, местное самоуправление в России, основа демократического устройства общества. Как вы считаете, готовы ли наши граждане к осознанному обладанию этой властью? У вас ровно одна минута. Давайте вместе порассуждаем, что такое местное самоуправление, что такое вообще, в принципе, исполнительная власть, на которую сегодня возлагают, да, значит, ввести, так сказать, то или иное хозяйство, отвечать за тот или иной субъект. Вообще, Владимир Вольфович говорит о том, что мы сегодня должны поддерживать местное самоуправление, направлять больше денег на его развитие. И это одна из составляющих программ ЛДПР. Вообще, в целом, надо сказать, что сегодня развитие самоуправления на самом деле у нас люди готовы отвечать за те действия. Но при этом мы должны не забывать о том, что у управления мы должны ставить грамотные кадры. Сегодня только у ЛДПР есть школа, где есть грамотные управленцы. Поэтому голосуйте за Владимира Жириновского, сделаем мощный голос. Спасибо большое. Василий Павлов, итак, местное самоуправление. Готовы ли наши граждане к осознанному обладанию такой властью? О местном самоуправлении говорится много, но на деле мы повсеместно видим бесправие глав местных администраций. По простой причине отсутствия денег они не могут облагоустроить свои населенные пункты, жилые дома, построить нормальную дорогу, осветить улицы, провести газопровод и так далее. Например, там, где я живу, мы сами, собравшись, проводили даже газопровод, построили мост и отстроили себе дорогу, периодически ее ремонтируем. Так не должно быть. И наш кандидат Павел Грудинин за то, чтобы в такой богатой стране жили богатые люди. За счет природных ресурсов будет пополнение, и за счет национализации будет пополнение бюджета, что позволит... Спасибо большое. Алексей Егоров, местное самоуправление. Граждане готовы к обладанию этой властью? Я считаю, да. Они готовы. Местное самоуправление. Вообще, что это такое? Это укрепленные конституции о возможности выдвижения власти от народа. То есть, народ выбирает именно ту власть, народ создает эту власть, с которой она будет как бы работать. Местное самоуправление – это вообще фундамент власти. Это именно та власть, которая напрямую общается с народом, которая вникает в их проблемы и которая непосредственно решает все задачи, которые нужны именно той территории. Это фундамент власти. И оно успешно практикуется вообще в нашем мире. За счет этого вообще развивается и регион, за счет этого развивается вся наша страна, и за счет этого мы живем. Господа, я призываю вас всех голосовать за Владимира Владимировича Путина. Спасибо большое. Микал Изаболотный. Местное самоуправление. Граждане готовы к обладанию этой властью осознанно? Ну, я думаю, граждане обладают этой властью. Местное самоуправление существует, это закреплено, как сказал коллега в Конституции. Другой вопрос, что налоги должны оставаться в муниципалитетах, чтобы город мог развиваться. И должно быть развитие предпринимательства, должно быть развитие предприятий, создание новых. Как раз эти деньги можно использовать. А у нас ведь как? Если вы следите за публикациями, за средствами массовой информации, то увидите, что у нас даже по этим ощущениям видно, что средства все уходят в центр. А что такое... Это ведет к подавлению экономического развития вообще субъектов и муниципалитетов. Мы вообще за то, чтобы развивать каждый город в отдельности. Наша задача сделать ставку на города от 250 тысяч до 500 тысяч, потому что эти города, они способны внутри... Знаете, такое активное движение экономического роста, поскольку небольшие расстояния, поскольку очень удобная схема. То есть я имею в виду, что внутри самого города может, ну согласно стратегии роста, может все-таки быть серьезный экономический рост. На этом наш эфир подошел к концу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова